В Белгороде стартовал 14-й международный детский конкурс фестиваль славянской музыки «Гармония». Он традиционно собирает лауреатов и дипломантов региональных, всероссийских и международных конкурсов. В этот раз в областной центр приехали юные исполнители со всей России, а также Сербии, Украины и Китая. На церемонию открытия побывала Юлия Бекер. Церемонию открытия провели в Белгородской государственной филармонии. Участников конкурса приветствовали профессиональные музыканты. Белгородский симфонический оркестр под управлением народного артиста КНР. руководителя хунаньского оркестра Сяо Минго исполнил первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского. В зале дети, которым еще предстоит показать свое мастерство. За право считаться лучшими в этом году будут бороться более 400 участников, почти 200 солистов и более 100 ансамблей. Мне очень нравится, что жанр наших встреч называется не просто конкурс, а фестиваль. Человек без дела, вот содержится именно вот это, ну, какая-то составляющая на все сегодняшние встречи. Это праздник, это какое-то вот такое творческое общение. Порядок выступления юных дарований уже определен жеребьевкой. А это значит, что сразу после открытия первые конкурсанты выступили перед жюри. В конкурсе семь номинаций. Прослушивание проводят в музыкальном колледже имени Дегтярева, Институте искусств и культуры, детской школе искусств номер один. Прийти, послушать и поддержать участников может любой желающий. Даже если кто-то попадает в лауреаты, это уже безусловно достижение. У нас в городе, в области, в России, да и во всем мире очень много талантливых детей. И наша задача сделать все, чтобы их талант развивался. В этом году расширилась география участников конкурса, изменился состав жюри. Теперь вместе с экспертами из России оценивать игру юных талантов будут и гости из Китая. Ланьше я училась в Москве, и я знаю, здесь уровень очень высокий. Арина Кульбак выступит уже завтра. Участница призналась, что перед конкурсом отложила все дела и учебы, чтобы посвятить себя музыке. Я такой человек, который люблю больше творить и взять все жюри своим творчеством, индивидуальностью. То есть я не гонюсь за какими-то сложными произведениями. И я именно такие взяла, которые душевные, полетные, летящие. Конкурсная программа рассчитана еще на три дня. Награждение гала-концерт победителей пройдет в понедельник в Большом зале Белгородской государственной филармонии. Юлия Беккер, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.